Очень кратко ответы на вопросы. Очень кратко. Очень кратко. Так, Рома Фомин. Я смотрю, там инспектор Купер стоял, или я ошибаюсь, это Вязники. Мы были с такой шефской поездкой в дом престарелых Вязники. Там было очень много актеров. Естественно, и он там был. Дальше, про керосин и так далее. Вальдемар Залецкий. Расскажите, как вы лечили спину подробностей, и как поддерживать ее функционал. Об этом мы поговорим завтра на прогулке. Я возьму камеру, как обычно всегда беру. Боль в спине. Большое спасибо. Боль в спине. Айдар Хуснуддинам. С возрастом лучше заниматься йогой. Важнее иметь гибкость суставов, позвоночника. Это же здоровье. Мне ли вам говорить, а для силы сухожилия, кстати, к упражнению своим весом. Но в целом прав. Но главное, я скажу, это заниматься. Главное заниматься. Будете заниматься, будете получаться. Так, дальше. Олег строил. Есть предложение изобрести урина упарив в балку. Я ему ответил, что обычно к кастрюле предпоследствует подойдет. Вот, значит, архистрат эзотерик. Значит, вот он пишет такое. Ребята, обратите внимание, когда он идет обычным шагом, то задыхается у него отдышка. Ну и что? Отдышка. Вот я даже так скажу. Ну и что? Что этот липовый целитель может советовать другим? А я не целитель, а популяризатор. И я хожу для того, чтобы совсем не задохнуться. Вот так вот, просто ответ, да? А знаете, почему тут капрофах Ганеша клепает одно ветер за другим? Причем тут капрофах? Вот человек вот так вот брякнул и все, да? Тем более тут какой-то эзотерик там пишет и так далее. Он питается вашей энергией. Ему постоянно нужна подпитка в виде внимания к своей патологической персоне. Патологической это страдальник, значит. Страдальческой персоне. В виде похвалы, благодарности. Это уже давно раскормленный энергетический вампир. Ай, 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 ай. Он не может быть без славы. Ой, 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 ой. Вот я нашел по нему правильное видео. Ну и естественно это. Значит, я его завтра удаляю. Удаляю. Ответ, значит, есть. Просто завтра удаляю. Это не соответствует действительными. Значит, капрофах я не знаю. Причем он тут приплюл такое. Питается вашей энергией. Ну, как бы тут сказать. Возможно, даже вы больше питаетесь моей энергией. Это так. К слову. Здесь идет здесь идет обмен. Если вам интересно, пожалуйста, смотрите. Не интересно, не смотрите. Вот и все. Причем ты тут питайся, не питайся. Так. Нужна подпитка. Видим внимание. Это так. Значит, похвалы. Благодарности. Вы знаете, я и без этого прекрасно обходился вот до 2015 года, когда я этот канал. И я... У меня вообще такая задача. Я сделаю тысячу видео. Тысячу видео. И выставлю. Дальше я займусь тем, что мне интересно то, что я все откладываю. Значит, энергетический вампир этот придумали. Не может быть без славы так, правильно видео. Что я еще хочу по этому поводу сказать. Некоторые люди не понимают или им трудно понять, что есть такие... Я бы даже не сказал необычайно плодовитые авторы. Например, я написал много там книг. Но это не значит, что что-то тут я требовал вашего внимания или еще чего-то. То есть люди любят свое дело любят работать. В данный момент я люблю работать с видео. Обработка видео. Как это снять. Как это совместить все эти интересные кадры. И все это делаю я сам. Плюс наложить музыку, которую надо сочинить. Потому что я не хочу ни у кого что-либо брать. Вдобавок, если человек в свое время, когда я занимался тяжелой атлетикой, он поднимает больше тебя, а выглядит так же, а может даже меньше весит. А ты думаешь, о, или кто-то там думает, о, а почему такое, не может быть, штанга липовая, блины легкие. То есть человек не понимает, что есть люди намного более работоспособные, намного более талантливые, а все это зависит от характеризации одним словом увлеченность. Вот если у вас будет такая увлеченность примерно как у меня увлеченность, пожалуйста, вы будете видео снимать, вы будете книги писать, вы будете еще куда-то съездить и так далее и тому подобное. То есть должна быть увлеченность, которая говорит о том, что человек не стареет, которому все интересно, ему интересно жить, мне интересно жить, поэтому я такой. и я делюсь этим с вами. Вот моя задача. Я рассказываю свою жизнь, что если хотите что-то из нее взять, пожалуйста, берете из тех наработок, которые у меня есть. Не более того. Завтра я его удалю к херам собачьим и заблокирую, чтобы его вообще тут не было. потому потому что это мой канал, это как мой дом. И если хотите в мой дом, вы пришли гостем, пожалуйста, попользовались домом, моими наработками, ну знаете, грубо говоря, следить, ломать, рушить все это дело, оставлять какие-то следы. зачем мне это надо? Так что завтра я удалю. Так, про Lexus. Ну тут тормозить Lexus по стоку-поскоку. Lexus, он и есть Lexus. Так, далее. Ирина Маевская. Уважаемые, если вы надорвали плечевую манжетку, кольцо, тогда никакие круговые движения не помогут, обороты усугубят восстановление. Ну вот тут интересно речь идет о том, что лично у меня, лично у моей жены, лично у Ненели Ивановны генераловой не было никаких особых надрывов, то есть ну не было вот этого каких-то там травм, и тем не менее идет высыхание, элементарное высыхание. Я рассказал, как с этим справляюсь. Причем, видите, движется, боль небольшая есть, спать, но то, что было, когда я спать не мог, я просыпался несколько раз в течение ночи, потому что ныло, вот этого нету, то же самое со спиной у меня было, и все из-за того, что я эти тяжести тягаю, и даю такие нагрузки, которые надо вообще-то катать. Немножко поберечься. Так, поэтому, поэтому статическую нагрузку главное заниматься. Если боли в плечах, спасибо. Так, про керосин, большое спасибо. Про керосин, опять, спасибо. Про цветение, Надежда Горская, я тоже всегда наблюдаю за Луной, после изучения ваших книг биотмология, в далеком 90-м, какой-то теперь без Луны не могу, и ваш календарь всегда под рукой, спасибо. Кстати, сейчас календарь появится довольно-таки поздно, наверное, через месяц он поступит в продажу, потому что издательство Эксмо, большое издательство, никто ни за что не отвечает, и там как-то так вот, надо издавать календари, а что, когда, конкретно, работы с автором особо как-то даже, знаете, и не ведется, это из-за того, что все это большое издательство, что-то там поделено, текучка есть, и все так далее, возможно, на следующий год я не буду его делать, а если буду делать, то в другом издательстве. так, про керосин, здравствуйте, отмин какой, черный или обычный? Да, любой отмин подойдет, понимаете, любой отмин, главное его фигачить, не разжевывая, чтобы он действовал, понимаете, своими вот этими вот эфирными маслами, вот этими вот душистостью, он начинает в желудке, он уже начинает в ротовой полости действовать, взяли, немножко подержали и чувствуете, вот дух пошел и так далее, так далее, так далее, и доходит туда и делает то, что надо, и как раз он вот ту микрофлору подавляет, вот которую как-то другие травы особо там не берут и не доходят туда, а он это дело делает. Кстати, в ближайшее время вот я думаю, заняться эфирными маслами, я уже даже приобрел вот такой ингалятор для эфирных масел, эфирные масла, литературу и так далее, но вот все, что-то откладываю на что-то. Ну вот и все, что я вам хотел сказать. Кратко, без всяких хитр.